Доброго времени суток, уважаемые коллеги! С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TECMIL. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня вторник, 16 февраля, и я предлагаю вашему вниманию обзор по валютной паре доллар-канадец и нефть марки Brent. К сегодняшнему дню они уже отработали поставленные цели по достижению, тем не менее потенциал для движения еще имеется. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ну и вот канадский доллар ожидаемо продолжил свое снижение, подтвердив ожидания продолжения нисходящего движения. Пара достигла верхней границы целевой области на 1.2631 и протестировала его. Таким образом прогноз можно считать успешно отработанным. Тем самым сценарий с началом снижения по прошлому обзору был окончательно подтвержден. Первая цель на пути была уже достигнута, а потенциал для продолжения все еще имеется, то прежний сценарий со скорректированной целевой областью остается по-прежнему актуальным. И вот на актуальном графике в данный момент паре необходимо закрепиться в текущей области для подтверждения своих дальнейших намерений. Вероятно, для этого понадобится протестировать текущий уровень сопротивления, который предполагается на 1.2672. В случае успеха стоит ожидать отбоя из этой зоны с последующим снижением к целевой области между 1.2527 и 1.2453. В свою очередь отмена данного сценария состоится при продолжении роста и закреплении выше разворотного уровня на 1.2729. Также нефть марки Brent ожидаемо продолжает свой рост, уже достигнув целевую область между 62.00 и 62.70 и даже несколько ее превысив. Перед этим цена прочно закрепилась над уровнем поддержки расположенным на 60.46, подтвердив ее двойным ретестом, после чего развила восходящий импульс. Все еще есть основания ожидать продолжения роста в рамках текущего тренда. При этом нельзя исключать вероятность развития нисходящей коррекции, поскольку котировки уже могут быть близки к своей вершине. Однако пока сценарий с продолжением восходящего движения все еще остается актуальным. И вот на актуальном графике подтверждением текущего прогноза станет способность цены закрепиться в нынешней области. При этом в случае локальной коррекции основным барьером выступает уровень поддержки на 62.70, который поддержит котировки и сдержит дальнейшее его снижение. В случае ретеста и успешного отскока от этого уровня есть шанс формирования очередного восходящего импульса с целевой областью между 64 и 61 и 65.63. Отмена текущего сценария состоится в случае продолжения снижения в область ниже разворотного уровня, который расположен на 62.00. А на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев, и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.